Компания Агросигнал Компания Агросигнал Что мы делаем, чем мы можем быть полезными, в том числе наутильщикам? Мы решаем практически полный ряд задач в производственном цикле, которые представляются возможным описать в цифрах, в каком-то исчислении. Первое – это производственно-финансовое планирование. Долгосрочное, короткосрочное. Сюда входят и технологические карты, и многовариантное моделирование. Это может быть интересно для тех, кто только планирует перейти на какую-то новую технологию. Мы говорим про наутил, там работают предприятия по традиционной технологии бочевообработки, паши культивируем и так далее. И хотим смоделировать экономику, экономическую составляющую при переходе на наутил. Вот наша система позволяет выполнять это многовариантное планирование. Дальше. Мы контролируем производственный цикл. Система умеет в автоматическом режиме следить за соблюдением... Дальше. Значит, дальше. Мы мониторим состояние пассивов. Наша система включает в себя инструменты дистанционного зондирования. Это спутниковые съемки, беспилотники, дроны, спектральные индексы и так далее. Потом автоматизированное выявление отклонений и нарушений в производственном цикле. Автоматизированная производственная отчетность и ведение истории всей работы сельхозпредприятия. Немножко подробнее сейчас будем показывать пункты. Я постараюсь, скажем так, провести аналогию и привязать это к той технологии, которую мы сегодня обсуждаем. То есть, в связке с активом. Про систему планирования и моделирования я сказал. То есть, у нас есть традиционные технологические карты в каждом предприятии, которое вы используете. Вот наш продукт позволяет выполнять, ну, не только вести технологические карты, да, но и выполнять многовариантное моделирование с экономикой, с обсчетом. По крайней мере, по прямым затратам вы можете сразу посмотреть, где что у вас получается. То есть, один вариант технологии, там, с одним софтом, например, да, либо другой софт подставили, немножко другие данные получились. Дальше. Значит, вся информация о нашем предприятии, о наших средствах производства, о полях, о сельхозтехнике хранится в системе. Мы, ну, касательно полей, здесь имеем все почвенные характеристики. Это агрохимические характеристики, физические характеристики, информацию о рельефе, уклонах, там, и так далее, да. Это то, что агроном обычно хранил, да, либо в эксцентрических таблицах, либо мы и в результатах, в отчетах по агрохимическим исследованиям, которые мы регулярно работаем. Конечно, не все ими пользуются, к сожалению, да, ввиду того, что качество проведения таких вещей оставляет желать лучше. Ну, электронные карты, соответственно, да, вот, причем карты разного типа у нас, многословенность там поддерживается, начиная от кадастровой карты и заканчивая картами спектральных индексов. На этапе планирования, когда мы производственных циклов на следующий год обсчитываем, мы делаем ротационную таблицу, да, то есть мы сначала что делаем? Структуру посевных площадей определяем, мы привязываем культуру к полям. В рамках всего оборота иногда происходят какие-то корректировки, да, хорошо, когда из года в год оно все по плану идет, но иногда там какие-то перестановки приходится делать. Вот эти вот, вот эти функции с автоматическим расчетом структуры посевных площадей, там, с отображением в диаграммах, в процентном соотношении между культурами, система тоже умеет делать. Это, значит, элементы отображения того, как мы можем контролировать ход выполнения производственных компаний, любых, сев, уборка и так далее, да. Мы автоматически обсчитываем объем выполненных работ за сутки, за смену, там, по каждому механизатору отделено, совокупно по отделениям, там, и так далее. И в рамках одной системы делаем вот такие сводки с возможностью автоматизированного заполнения учетных листов, передачи этих данных в учетно-благодарские системы и, собственно, операционного мониторинга, чтобы понимать, что у нас происходит. То есть мы и отклоняемся от сроков, и не отклоняемся, были у нас нарушения или нет в процессе работы. Вот касательно как раз контроля технологических параметров, здесь вот на этом слайде показан пример того, как мы можем видеть нарушение скоростного режима при уборке. Вот справа на слайде показываем трек комбайна, да, мы заранее в системе задаем нормативы контроля скорости, и эти нормативы контроля потом у нас визуализируются на карте, отображаются. То есть там, где комбайн превысил скорость, соответственно, мы увеличиваем потери при уборке, на карте это красным подкрашивается, и система в онлайн-режиме может сразу прислать вам уведомления, там, смс или на электронную почту о том, что, обратите внимание, там на таком-то поле такой-то механизатор, такой-то комбайн превысил технологическую скорость. Для наутила это важно, в том числе и на этапе сева, да, то есть мы все знаем, что вот если скорость сева, она у вас будет ненормативной, соответственно, не очень хорошо, потому что и так процесс сева при наутиле, он довольно сложный, чисто технически. И это применимо к любой операции и к любому событию, то есть не обязательно превышение скорости, а, например, при уборке, ну вот тут показан примерно там перечень ситуаций, да, при которых система может формировать эти автоматические уведомления. Там, слив топлива, отключение данных, вход техники в запрещенную гиазону, ну, как пример, заехал у вас КАМАЗ на поле, при наутиле, да, вот Александр Николаевич рассказывал, что у него техника вообще не заезжает на поля, да, то есть комбайн у вас выгружается, да, ну это вот как бы одна позиция. Вот Армен рассказывал, что компания «Лилиане» занимается организацией трехзвездной уборки, да, это тоже эффективный процесс, он на самом деле эффективный, мы давно уже наблюдаем за динамикой, да, за динамикой, и наша система позволяет контролировать вот эти этапы. Если у вас, если вы запретили КАМАЗу заезжать на поле, и у вас может быть там только бункер-перегрузчик, да, или комбайн, то система, увидев КАМАЗ на поле, автоматически пришлет вам уведомление о том, что там происходит что-то не то, происходит нарушение. Так, ну, система существует в мобильной версии, в браузерной версии для компьютеров, да, то есть в мобильных телефонах, вот то, что там у каждого в кармане, мы вот в живом режиме можем видеть, а что у нас происходит на наших там предприятиях хозяйственных, да, вот у меня сейчас запущено, а я смотрю, что у меня в Воронежском университете происходит. Это наш подшеф, скажем, одно из саповнерских хозяйств. И, кроме этого, мобильное приложение отдельное существует у нас для обследования полей, для скаутинга, так называемого, который позволяет делать заметки удобно по предустановленным шаблонам, густоту определять, засоренность там и так далее, делать геопривязанные фотографии и таким образом хранить в одном месте всю информацию по обстановке. Не на бумажке где-то записывать, да, как у нас агрономы делают, записал в окно, потерял и потом вспоминаю, там, в прошлом году, где это было, что это... Ну, замечательно. Кому надо, потом поинтересоваться подробно. Вот. Метеомониторинг. Значит, система интегрируется как с метеостанциями, полнокрупными, да, полноформатными, так и с разного рода почвенными сенсорами. Мы можем мониторить состояние влажности почвы на разной глубине, влажности, температуру. Вот для ноутил, насколько я себе представляю, да, со своими знаниями почвобеда-агрохимикой, у нас влажность почвы довольно критичный показатель для, собственно, для сена, да. Вот, если предприятие большое и необходимо понимать, а где у нас что-то происходит, вот эти сенсорные сети, которые мы интегрируем в систему, то есть почвенные датчики, они здорово помогают понять готовность почвы к началу силы, да, то есть это температура и влажность на определенной глубине. Это может быть 5 сантиметров, это может быть 15, там, если можно, влажность до метра, мы можем посмотреть, и исходя из этого... Да, 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 я заканчиваю. Вот, про спутниковый мониторинг, про вегетационный индекс N9 я уже говорил, полезная вещь, особенно для дифференцированного внесения. Про цикл уборки, наверное, еще раз скажу, сделаю такой акцент. Система может контролировать движение зерна с комбайна до элеватора, то есть всю цепочку. Если в цепочке используются бункера-перегрузчики, то в том числе мы можем видеть сразу вес с бункера-перегрузчика прямо на поле. Система формирует автоматические уведомления, если кто-то пытается левый, то есть машина какая-то левая выгружает, комбайн выгружает в левую машину, да, то есть не кому-то чужому. Мы это сразу видим. Попытки хищения таким образом пресекаем, как топливо, так и, как видите, зерна. И когда поехала машина дальше, собственно, к пункту приема, да, мы на весовой, опять же, через свое программное приложение специализированное, мы видим сразу волновку, потому что весовые терминалы подключаются к нашей программе, и накопительным итогом видим, собственно, все, что к нам приехало. И все это в одном месте. То есть весь производственный цикл мы завязываем в рамках одной платформы, одной системы, и таким образом повышаем эффективность. То есть мы минимизируем вот такие вещи, как там воровство, перерасход, да, нарушение технологии, и делаем работу просто удобной. И ответ на тот вопрос, да, вот с чем мы начинали, значит, по поводу навигации. Вот такие системы, это всегда программно-аппаратный комплекс. То есть это не просто программа сама по себе, да, оторванная от чего-то, от земли. То оборудование, которое ставится на технику, в самом простом варианте, это просто GPS-трекер, да, который передает позиционирование и показание, да, наполненности баков в нашу систему. Но в более прогрессивном варианте это навигационное оборудование с курсоуказателями, да, и с системами параллельного вождения. Вот если говорить про вот эти вот нюансы с маркером, да, когда там маркер прошел, да, маркер прошел, прочертил, и нам он нежелательно, то есть мы как бы это... Он вредит. Он вредит, да, и чтобы вот этот вред минимизировать, нужно всего-навсего в рамках вот этого программно-аппаратного комплекса задействовать систему параллельного вождения, курсоуказатель, да, и систему позиционирования высокой точностью. И мы сейчас вот в этом году уже в партнерстве с еще одним производителем оборудования тестировали систему беспилотного вождения комбайна, да, там у нас коллеги из Сбербанка туда были, тоже участвовали в этом проекте. И со временем, я уверен, мы вообще уйдем от человеческого фактора при управлении техникой. То есть автопилоты, они реально сейчас существуют, а полная беспилотность, она тоже технически возможна, и мы к этому, в принципе, вплавную подошли и готовы. И вот все эти проблемы с проходом, маркеры, там, да, что-то лишнее нам наковырял, в самом таком базовом варианте можно решить с помощью системы параллельного вождения, то есть просто нормальную новую навигацию, курсоуказательную поставить, да, и тогда никакой маркер уже там, там, никто не принесет. Спасибо. Спасибо. Вы сказали технически, ваше параллельное вождение оборудования. Мы сами оборудование не производим, у нас просто есть партнерская компания, да, мы главным образом разрабатываем вот программную часть. Она привязана? А, интегрируемся мы практически с любым оборудованием, которое существует на рынке, ну, общеизвестный, да, Гридер, там, у нас, например, есть какой-нибудь популярный, Трибл, из более простых, там, каких-то навигационных, ну, это касается не только навигации, мы интегрируемся с системой контроля высева, да, то есть наша система может видеть состояние селки, да, вот, экосистемы контроля высева, которые распространены, вот, наши отечественные производители, в принципе, мы практически всех умеем считывать и заводить эти данные к себе, с автоматизированными уведомлениями, опять же, да, и с хранением информации по тому, как это все выполняется. Спасибо, спасибо. Нет больше вопросов, да?